Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеганал Юрган. В прямом эфире программа «Случаи из практики» и я, Екатерина Борж. Наука может быть не просто интересной, но и увлекательной и для взрослых, и для детей. Научный опыт можно превратить в настоящий праздник. Как? Надо просто доверить дело профессионалам. Детскому научному шоу «Открывашка». Дети смогут сами сделать снег, забавных разноцветных лизунов, заморозить фрукты и цветы, удивиться оптическим иллюзиям и почувствовать себя настоящими учеными. Но не буду раскрывать всех секретов. Некоторые опыты мы увидим сегодня в эфире. Представлю гостей нашей студии. Ведущий научного шоу «Открывашка» Всела Мальцев. Добрый день! Можно обращаться, профессор «Открывашкин»? Можно обращаться и так. Ну и, конечно, какое шоу без зрителей? Сегодня наши зрители и телезрители, и зрители. Дима, Полина и Богдан, добрый день! Добрый день! Добрый день! Напомню сразу нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Возникнут вопросы. Я не знаю, конечно, может быть, мы секреты с фокусов-то раскрывать и не будем. Ну, другие вопросы, пожалуйста, задавайте. Не забывайте про СКЮ. Постараюсь пролезть к своему компьютеру и прочитать ваше СКЮ. Ну, а мы пока начнем. Все вот. Ну вот, с чего? Мы сразу фокусы или вот какие-то можно общие вопросы задавать? Можно пока общие вопросы и параллельно, в принципе, можно и что-нибудь проэкспериментировать, похимичить и понаучить. Для какого возраста от детей, взрослых рассчитано вот это шоу? Шоу у меня рассчитано для детей от 4 лет до бесконечности, потому что даже взрослым безумно интересно это шоу. В чем вы можете сегодня убедиться? Ну, конечно, посмотрев некоторые эксперименты. И, ну, естественно, чем старше, тем фокусы сложнее, чем помладше, тем фокусы попроще. То есть для каждой аудитории подбирается свой набор, получается? Да, подбирается свой сценарий, свой подход дуальный. Но от простоты фокуса, предположим, для маленьких зрителей от 4-5 лет зрелищность не страдает. То есть они не менее зрелищные, но более попроще, так скажем. Но при этом вы выступаете как со сцены или взаимодействуете? Это интерактивное шоу или нет? Шоу полностью интерактивное, идет полное взаимодействие, иначе, ну, это было бы похоже на такой забавный урок химии. А у нас все-таки идет... Дети должны сами не просто смотреть, но и прикоснуться к этим замечательным экспериментам, к этой замечательной вероятной науке. Я думаю, у нас зрители наши уже не в терпении, даже я уже не в терпении. Давайте хоть что-нибудь посмотрим. Ну что, начнем? Да. Дорогие ребята, скажите, пожалуйста, чем богат у нас наш Комик рай? Знаете? У нас, наверное, Полина знает, нет? Лесами. Лесами, лесами это понятно, лесов много, но больше всего у нас богат наш край снегом и морозами. Согласись? Пока. Но, вот вы снег любите? Да. Да. А долго вы сможете в нем играть? Ну, предположим, снежки лепить, там, снеговиков лепить, или просто квакаться в снегу. Долго можете? Долго, при минус 30. Не очень, да. Не очень? Вот, вот, не очень. Минусики отморозятся, да? Действительно, есть один большой минус, то, что на улице у нас действительно большой минус стоит, и мы не сможем поиграть долго в снегу. Но есть очень интересный эксперимент, можно сделать научный снег. Дорогие друзья, давайте сами попробуем его сделать. Не на улице собрать, а самим сделать? Самим сделать, и даже потрогать и поиграть с этим снегом. Итак, кто? Дима. Первый, Дима, тебе мы дадим стакан с водой. Или мы Полине уступим, как даме. Давай, Дима, Полине уступим. Давай, Полине уступим. Да. А тебе, Дима, мы дадим стаканчик пустой, но добавим туда замечательный порошок. А как тебя зовут? Богдан. Богдан, Богдан. Давай мы с тобой, Богдан, знаешь, что сделаем? Поможем. Выходи немножечко сюда. Нужно будет взять порошочек этот и насыпать ровно 4 ложки. Ровно 4. Мне считать? Да. Давай. Ровно 4. Полные, 4 полные ложки. Давай вместе. Полные, полные. Раз. И так, два. Давай, нет, побыстрее. Три. И четвертая ложка. Четыре. И теперь... Молодец. На снег это мало похоже пока, но сейчас... Ну, немножко похоже. Как всем известно, снег же у нас состоит из воды. Держи, хорошо. Поэтому нужно добавить в этот порошочек воды, и мы с вами увидим, что же произойдет. Давай, Полина, только нужно добавлять быстренько. Так, держите. Наливаем воды. И что же у нас происходит? Ой-ой-ой. А это можно рассыпать? Это можно рассыпать. У нас получился самый настоящий научный снег, дорогие друзья. А если его потрогать, можно потрогать? Можно его потрогать, можно... А он горячий! Горячий, горячий научный снег. А самое интересное, что хоть он и научный, но он тоже тает. И когда он тает, он превращается в порошочек, который можно опять добавить воды, и у нас снова будет снег. И так снег можно делать до бесконечности, даже летом, жару. Сам поднимается? Конечно, сам поднимается. И если хотите, я вам этот снег даже подарю. Хотите? Давайте весьма. Я вам его обязательно подарю, но только после эфира. Договорились? Ага. Мы пока его отложим в стороночку. Как обычно дети реагируют? Дети? Да, в совмещении. Дети реагируют, конечно, очень живо, потому что все эксперименты... Они же не знают, что произойдет дальше. То есть вот вода, вот порошок. Вроде все знакомое. Но соединяется, и получается что-то новое, интересное. Или, например, ну, тайм-триггер, который создается перед непосредственно опытом, служит порошком к... просто непреодолимым волосам. А вы секреты раскрываете? Секреты? Ну, секреты раскрывать... Ну, в принципе, тут никаких секретов нету. Я понимаю, что это физика и химия. Порошки «Снег» и вот другой порошок, который мы сейчас продемонстрируем. Это все полимерные порошки, которые очень сильно впитывают в себя воду. То есть до 500 раз больше жидкости впитывают. А в магазине такие порошки можно найти или нет? Ну, в теории можно. Я могу провести эксперимент. У меня тут есть маленький секрет. Пока. А потом я вам расскажу, где можно этот порошок, например, вот этот порошок достать. А можно я вас перерыву? Потому что есть у нас звонок. Мы прерываем вопросы, возможно. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, мы в эфире. А это вы мне, да? Да, вам. Я хочу поблагодарить. Здравствуйте, Севолода. Недавно, ну, почти месяц назад, у нас у внука был день рождения. Мы пригласили почти весь класс. У нас был дом вместе с нами. И бабушки, и дедушки, и родители. Все были. А вам интересно было? Нет, нам неизвестно. Просто мы узнали, что вот есть, пригласила. И мы были в восторге. Во-первых, я хочу очень поблагодарить Севолода. Он такой эрудированный, такой внимательный. Он так чувствовал, ребят, вот представляете, 12-летние мальчики. Они на головах весь стоят. А как они участвовали, как они все слушали. А сколько познавательного мы узнали, мне уже очень-очень много лет. Но я, ну, много знала, но всего нет. Я всем советую, родителям и вообще взрослым, если будет возможность, приглашайте. И чем больше человек участвует, тем интереснее. Вот столько нашего внука привлек, как своего помощника, профессора Открывашкина. А вот Открывашка. А у нас был еще маленький Открывашкин ученик. И оттуда Мухалат, так же, вот как он сейчас. И все дети были, и родители, дети, которые были, они благодарили, что всех детей привлекал вот свои эти опыты. Огромное, они больше времени занимают. Огромное-огромное мусорство. Спасибо вам большое за звонок. Я думаю, такие благодарные отзывы, конечно, в эфире впервые. Слушайте, ну вот так подходят и наверняка восхищаются. Ну, конечно же, я говорю еще раз, что мало кто знает вообще, что из себя представляет научное шоу. То есть, предположим, в некоторых вещах, когда я прихожу куда-то и рассказываю, научное шоу Открывашка. Мне даже некоторые вопросы дают, вы Открывашки продаете? То есть, на самом деле, никто не представляет, что такое научное шоу. И, конечно, когда взрослые заказывают, ну, видят фотографии и так далее, они имеют малое представление. Но когда все происходит на действии, действительно, впечатление оставляет не только у детей, но и у взрослых. На самом деле, когда я сам узнал об этом научное шоу, когда сам учился его делать, восхищению просто не было предела. То есть, на самом деле, действительно, нужно, чтобы твое дело нравилось и тебе. И когда ты узнаешь что-то новое, считаешь, что взрослый человек, уже многое знаешь, многое умеешь. И тут что-то такое... У вас в школе по физике и химии пятерки были? На самом деле, один из самых... Сейчас ваш учитель, возможно, вас смотрит. Один из самых популярных вопросов, были ли у меня пятерки физики и химии, на самом деле, я отвечаю на него всегда так. Все, кого были физики и химии пятерки, они стали физиками и химиками. И они занимаются серьезными делами, серьезными вещами. На самом деле, ну, пятерок, четверок, ну, я не скажу, что я был совсем отличником, но учился неплохо. Учился неплохо, по разным предметам, ну, больше по гуманитарным. Больше по гуманитарным. Ну, давайте, покажем еще один опыт. Ребят, скажите мне, а хотите ли вы... Вот у меня такой вопрос к вам есть. Хотите ли вы вылить мне на голову стакан воды? Нет. Никто не хочет? Это же некрасиво. У нас воспитанные дети всегда. Воспитанные все дети? А что будет? А ведущие не воспитанные. Ты же не знаешь, что будет. Ведущая хочет вылить на голову стакан воды? Нет, давайте детям все-таки простыми интереснее будет, да? Ну, давайте попробуйте. Ну, давайте. Кто смелее? Полина? Я тоже. Давай еще Богдана попросим. Да, один посидим. Не грусти. Еще уж впереди будет фокус. Богдан, держи стакан водой. Итак, сейчас на счет 3 ты должен будешь вылить этот стакан воды в стакан Полине, а ты уже, Полина, должна этот стакан вылить мне на голову. Прямо сразу же? Нет, не сразу же посчитаешь до 2-х, до 3-х. Может быть, какое-нибудь волшебное слово сказать? Ну, как фокусы. Волшебное слово? Какие фокусы говорят? Наука не верит в волшебство. Наука это цифры, сухие цифры. Понятно. У нас математика, считаем до 3-х, раз, два, три, и выливаешь мне это на голову. Согласна? Итак, давай, Богдан, аккуратненько выливаем воду. Быстренько, раз. И теперь раз, два, три. Выливаем мне это все на голову. Не получается. Может быть, получится тебе? Да, кому-нибудь еще? Екатерина, не хотите попробовать? Давайте. Не получается. А как вы думаете, почему бы так произошло? Давай. Потому что очень липко. Очень липко? То есть там что-то липкое. На самом деле у нас получилась вот такая вот замечательная полимерная медузка такая. Ее можно потрогать. Только аккуратненько ее не разрушайте, потому что мы тут в студии немножко напальчиком. Ну, просто можно пальчиками потрогать. Екатерина может тоже потрогать. И вот как раз раскрываю секрет, где, например, можно взять этот порошочек. Этот порошочек очень широкое применение. Знаете, где имеет? Вы не поверите никогда. В памперсах. Дорогие друзья, вы представляете, что вы сейчас трогали? Вообще. Фу-фу-фу. Нет, на самом деле он чистенький. У нас чистая вода, и он чистенький. Если вы хотите эксперимент такой поставить дома, если вам, конечно, разрешат родители, можете расковырять пару десятков памперсов. И можно сделать такой эксперимент и дома. Но лучше, конечно, позвать профессора Кривашкина, и будет все гораздо интереснее. Я бы хотела вас подозвозить к нам. Я обязательно приду, обязательно, я обещаю. Ну, пока сейчас можно насладиться. А вот наша телезрительница сказала, что чем больше детей пригласите, тем интереснее и лучше будет. Вот какое-то максимальное количество есть? Понятно, что помещение должно вмещать. Помещение, в принципе, должно вмещать, но вот предположим, размер такого стола будет достаточно, ну и крайний расстояние. То есть выступаю в квартирах, там, где особо нету залов больших. Чем больше народу, самое замечательное количество, самое замечательное, это 15-20 человек, но могу выступать от одного человека. То есть для одного могу делать шоу. Мы с ним можем делать шоу вдвоем, ему будет не менее интересно, и родители могут участвовать, предположим, если приглашают домой. Также можно, максимальное число, где я выступал, это было 60 человек. А вы всех не задействовали, получается? Единственное, что в некоторых экспериментах нельзя задействовать всех абсолютно. Вот, предположим, та же вот медуза, вот эта вот полимерная. Два человека, по сути, участвуют. Два человека, остальные, получается, что смотрят. Есть вещи, которым можно прикоснуться, но сделать эксперименты, вызвав все 60 человек, невозможно. Ну, это не позволяет просто и время, и лучше, конечно, где-то 30-20, вот примерно в таком количестве. Ну, от одного до бесконечности. Если сделать, опять же, зависит от сценария, если, предположим, интерактив и шоу убрать, можно сделать зрелищно, но на большую публику. А как кто лучше реагирует, девочки, мальчики? Реагируют все. Мальчики, мальчики. Реагируют все по-разному. И девочки, и мальчики. У меня были девочки, которые мальчиков перекликали, но в основном, конечно, бегут, когда вызываешь кого-то, выбегают, конечно, мальчики, потому что они быстрее, они как-то, девочки немножко стесняются. Но в этом случае просто мальчикам говорить, что нужно девочкам выступать. Давайте, вот вы мальчики выступали, давайте сейчас поучаствуют девочки, и, в принципе, все решается. А сколько в среднем занимает времени шоу? Вот сегодня у нас эфир полчаса. Естественно, мы ограничены рамками эфира и в пределах, сколько успеем, столько успеем. А вот когда вы езжаете, там же наверняка во времени не ограничены? Было ли такое, чтобы по 4 часа вели? Время, в времени у меня существуют определенные сценарии, то есть полчаса, час и полтора часа по проведению шоу. Но, естественно, все зависит от аудитории, все зависит от того, как это проходит на месте. То есть, если это немножечко затянется, в принципе, никто не заметит, что это все затянется, потому что все это очень увлекательно. Но и мне несложно провести подольше. Можно провести хоть на 2 часа, хоть на 3 часа. Единственное, что если очень долго проводить, даже если это будет самое замечательное шоу в мире, то 3 часа выдержать детям очень сложно. Но при этом, насколько чисто потом останется? Сейчас я пока смотрю, что более-менее все нормально. Чисто останется, все абсолютно будет чисто, даже если что-то где-то, ну, предположим, с жидким азотом у нас дальше будут эксперименты. А это не опасно? Это не опасно. Все эксперименты полностью безопасны, иначе бы они просто не были интерактивными. Ну, например... Это продолжительный фокус сейчас будет? Продолжительный? Ну, научный эксперимент или нет? Не совсем продолжительный, примерно немножко займет, больно времени. Можно рассказать просто. Что если что-то во время шоу пачкается, кстати, добавляю сейчас перегидроль 36-процентную, самое такое, скажем, обычное вещество, ну, правда, очень концентрированное. Перекись водорода. Перекись водорода. Дома такое не бывает, да? Перекись водорода, но она очень слабая концентрация домашняя, которая раны смазывает или, предположим, но такое, в принципе, дома сделать, ну, не стоит, в принципе, незачем, ну, и не сделать. Дим. Как нет, ты видел слонов? На картинке у них пивни такие с меня ростом. Если их не чистить, конечно, чистят зубы. Ну, обычной пасты, представляете, да, обычной пасты, это вот такой вот тюбик. Слону не хватит. Можно, сейчас все мы попробуем. Пасты нужно очень много. Так что мы сейчас должны постараться, чтобы спасти всех слонов. Так, чуть-чуть по капельке, по капельке добавляем, по маленькой капельке буквально. По маленькой, по маленькой. А мне тоже можно, ура! Конечно, можно. Все добавим по маленькой капельке, я тоже добавлю немножечко. Ну, это же не маленькая капелька. Это научная капелька. Научная капелька может от таких размеров достигать, если честно. Все это немножечко перемешаем. И сейчас добавим замечательную такую соль. Что это за соль, я не скажу, она секретная. Но я добавлю ее сам. Из научной лаборатории. Да, из секретной лаборатории. Здесь лучше смотреть, чем участвовать, на самом деле. Смотрите внимательно, что сейчас будет происходить. Мы сейчас с вами сделаем самую настоящую зубную пасту для слона. Итак, все внимательно смотрите. Да! Начинается эксперимент. Бросаем. И что-то происходит? Ой! У вас внутри самая настоящая зубная паста для слона. Трогать ее не стоит. Если я к тебе домой придет и начнет твою пасту зубную трогать, тебе будет ли это приятно? Это то же самое. Мы пойдем пока очистить зубы слону. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу. Нашим телезрителям, напомню, телефон прямого эфира 469060. Также есть ОСИКЮ. Не забывайте и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случаи из практики». Сегодня в прямом эфире мы делаем научные опыты, эксперименты. Напомню, что в гостях у нас сегодня ведущий научного шоу «Открывашка» Всеволод Мальцев. И, конечно, наши зрители Богдан, Полина и Дима. Что мы сейчас еще покажем? А вообще сколько в запасе фокусов в целом есть? Если все-все-все взять, все возможные. Если все-все-все, на самом деле очень большое количество, где-то около 50 опытов. Но список постоянно пополняется. Естественно, просто существуют какие-то эксперименты, которые даются сразу. Предположим, люди захотят еще раз заказать. Уже то же самое. Другие, но неинтересно. Нет, почему? Интересно то же самое посмотреть, но что-то добавить новое или какие-то эксперименты поменять. То есть по желанию. Кто-то, может быть, не хочет зубную пасту посмотреть. Может, какой-то другой эксперимент. Поменять опыты, дополнить, убрать что-то. Для этого очень большой спектр различных экспериментов, существует опытов. Опять же, повод для возраста какого? Старшие, младшие? А мне к нашим зрителям вопрос. А вы дома когда-нибудь эксперименты какие-то ставили? Что-то делали? Да. Да? Я нет. Полина, что ты делала? Пакетики взрывала. Ага. Богдана, ты что делала? Много, наверное, всего. А я фокусы делала. Ну, в самом начале я показывала самый, наверное, элементарный фокус, научный фокус с яйцом и соленой водой. Изначально она была соленая, плотность немножко побольше, добавляется простая вода проточная, и вот она разбавляется, плотность становится меньше, и яйцо тяжелое падает вниз. То есть, ну, такие фокусы очень интересны с детьми. Такой, конечно, вот все равно в общем доступе, наверное, материалов нет. Все-таки вот только через шоу можно посмотреть, да? Ну, можно через шоу, но существует, на самом деле, и опыт, который можно проделать дома. То есть, мы когда были маленькими детьми в семье, мы тоже любили что-нибудь соединять и мечеть получать. Например, самое известное – это сода и… Лимонный сок, наверное, да? Ну, сода и уксус, то есть, который все начинает… Бордите как. Да, все это начинает пениться, но можно и дома что-нибудь сочинить интересное. Ну, вот если наши дорогие телезрители обратили внимание, в бегущей строкой сейчас идут как раз-таки примеры таких совершенно простых домашних опытов для тех, кто сейчас у нас через телевизор видит. Все эти опыты, конечно же, нужно делать со взрослыми. Да, естественно. И главное, главное – это всегда соблюдать технику безопасности, чтобы ничего не омрачило удовольствие от средств. А вот, кстати, зубная паста у нас, когда начала производиться, шел как будто бы дымок. Вот этот дымок не вредный? Дымок этот не вредный, просто при соединении элементов, предположим, ну, вот перекиси водорода и йодистого калия создается такая… Выделяется очень много тепла, то есть термическая реакция идет. И когда добавляют сюда мыло, ну, это уже больше для взрослых, конечно, объяснение, добавляют сюда мыло, весь этот термический, весь этот, не пар даже, скажем, а тепло и маленький дым, он образует пену. Вот, собственно говоря, и получается такая зубная паста у нас. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Нам же интересно. Сейчас я вот хочу, дорогие мои друзья, познакомить вас с абсолютно потрясающей жидкостью. Вот у нас в Коми вообще всегда халю, у нас очень холодно. Наверное, убедились этой зимой, что очень холодно бывает до минус, сколько у нас, 35 градусов. Но на самом деле… Даже больше бывает. Даже больше бывает. Самая холодная температура на Земле, зафиксирована на Северном полюсе, минус 90. Но есть вещи гораздо холоднее, например, такая интересная жидкость, как жидкий азот. Пальцами туда нельзя. Сейчас мы с вами с ним познакомимся. Я вам его покажу, вы присядьте. Сейчас его налью в мисочку, побольше. Если вы успели заметить, он у нас… Что с ним происходит? Он кипит. Он начал кипеть, как вода в кастрюльке на огне, когда пельмени варите, например. Да? Есть такое? Да. Я вам сейчас все покажу поближе. Только руками трогать не стоит. Да, только посмотреть. Потому что он очень холодный. Температура жидкого азота, и знаете, сколько? Минус 196 градусов. Представляете, как это холодно? Это холоднее просто некуда. Очень теплые? А? Причатки-то теплые? Они очень плотные. Они позволяют не чувствовать холода, потому что у нас моментально, вот можете посмотреть, даже начинает замерзать миска от такого холодной жидкости. И сам жидкий азот, он, в принципе, безопасен. То есть у нас в воздухе 76%, мы им дышим, но жидкий азот больше опасен своей температурой. То есть если обращаться с ним неаккуратно, можно обжечься, то есть получить холодный ожог. Но все проходит, все эксперименты даже с азотом проходят, естественно, под контролем. Соблюдается все техники безопасности. Если дети участвуют, то... А я вот так подозреваю, что нам зубная паста не дает рассмотреть азот. Может, мы как-то ее можем убрать, да? Давайте ее уберем. Чтобы в бачок куда-то поставить. Мне понравилось, как она текет. А? Мне понравилось, как она текет. Жидкий азот течет? Зубная паста течет? А может, не на снег? А? Может, не на снег? А мы еще потом снег сделаем. Мы еще потом снег сделаем. Ничего, ничего, мы все исправим потом. Итак, зрители, видно, не видно, не знаю, жидкий азот. Вот он начал кипеть. А давайте пусть миска стоит там. Давайте проведем маленький эксперимент. То есть вы убедились, что жидкий азот очень холодное вещество, так? А как вы думаете, что у нас произойдет с обычным резиновым шариком, если его туда отпустить? Пока я надуваю, давайте варианты предлагайте. Лоб нет, еще. Заморозить, царь, может заморозиться? Да. Может, вообще он взорвется тут все, улетел куда-нибудь в Африку. На самом деле, в науке это неизвестно. В науке ничего нельзя утверждать достоверно. То есть нельзя говорить, вот будет то, вот будет все. Когда перед ученым встает вопрос... Нужно экспериментировать? Сначала я вам покажу, потом мы попробуем все вместе, хорошо? То есть, если перед ученым встает вопрос, нужно просто брать и делать, чтобы узнать, что же произойдет. И когда мы берем самый обычный шарик, опускаем его в жидкий азот. И что же у нас происходит? Он сдувается. Он просто начинает сдуваться. А знаете, почему так происходит? Я знаю. Можно вода сегеометь. Воздух в шарике остывает, сжимается, и шарик, конечно, начинает сдуваться. Можете подуть на него. Подуйте. Видите, вы подули теплым воздухом. Воздух у нас в шарике нагрелся, и он опять приобрел свое первоначальное состояние. Шарика. Волшебство. Так можно делать много раз. Можете попробовать сами. Пока... А сам материал шарика, резина, не портится? А? Не портится сам материал? Сам материал шарика не портится. Он... Другую ручку. Сам материал шарика остается такой же резиновый. То есть, то же самое происходит с нами, да? Когда мы идем по морозному, по морозной улице, мы все скукожимся, съежимся и идем, идем, идем. До дому доходим, все расцветаем, наполняем собой комнату. То же самое происходит с воздухом в шарике. Можете попробовать. Аккуратно только, Дима. Потихонечку. Аккуратненько, потихонечку. Шарик у нас начинает сдуваться. Ой, у меня даже по ногам холодно сейчас. По ногам немножко может пройдет. Теперь подуй на шарик. Подуй, подуй, подуй. И шарик у нас снова приобретает свое первоначальное состояние. Можете попробовать каждый. Давай по линии передадим. Дим, по линии дай. А перчатку Богдану давай. А перчатку переводим Богдану. Пока одевай. Так. Попей. Опускай шарик. Опускай. Ничего сейчас. Так. Вот у нас начинает сдуваться. Не страшно, Полина? Интересно? Страшно, интересно. Так я сказал. Дуй, дуй, сильнее, сильнее, сильнее дуй. Согревай шарик. И он опять превратился в наш замечательный. Так, держи, Богдан. Ну вот пока наши экспериментаторы экспериментируют, у меня такой вопрос. Ведь, ну, и даже по опыту тех, кто аналогичный шоу проводит, известно, что такие маленькие зрители, юные ученые, могут задавать вопросы, какие угодно. Вот вы готовы на все вопросы ответить? Я не веду касательно шоу. Когда идет шоу, дети не только задают эти вопросы, они и утверждают, что нет такого у меня, как веселый урок химии. У меня не веселый урок химии. У меня идет прямой диалог с детьми. Если же какой-то вопрос задается, естественно, я его не игнорирую, не говорю. Тихо, тихо, все сидим тихо. Никогда такого нету. Чем шумнее, веселее будет, тем будет интереснее самим детям. У меня также точно в школах, например, когда вызываю в школу, меня удивляет, когда учитель выходит перед классом, а сейчас перед нами будет выступать профессор Открывашкин. Все сидим тихо, спокойно. Не щедли. На самом деле, это удивительно. На самом деле, когда заходишь, хочется, чтобы дети вырадовались, визжали, смеялись, и тогда более эффект усиливается, на самом деле. Но то, что вы делаете, вам самому интересно, потому что дети же фальшь чувствуют, если что. Конечно, интересно. То есть нельзя делать шоу, не зная что-то о самих экспериментах. То есть когда изучаешь тот или иной опыт, нужно все равно посмотреть, какой исходный материал в итоге получается, какое химическое соединение, как оно используется. То есть если все это знать, то можно будет применить это в самом шоу. Например, про те же порошки, про тот же жидкий азот рассказать, где он может использоваться, что он дает в нашей жизни, кроме как замораживает. Например, жидкий азот широко применяется в косметологии. Буквально люди молодеют на глазах от жидкого азота. Но мы не будем экспериментировать. Ну и во многих сферах. И естественно, когда... Так можно заболеть. А? Можно ожог получить и заболеть. Ну, если сделать все аккуратно, заболеть невозможно, на самом деле. И когда все это сам узнаешь, самому интереснее становится. И когда со всем этим работаешь, не может быть неинтересно, на самом деле. Все это самого тебя увлекает. У нас как минимум два рояля в кустах еще, точнее не в кустах, а на столе. Вот у нас здесь очки и разноцветные колбочки. Вот что там у нас... Есть у нас очки замечательные, разноцветные. С помощью этих очков можно увидеть самую потрясающую вещь, которую можно увидеть в детстве. Это самая настоящая радуга. Радуга это... А я? Радугу мы можем увидеть только летом. Но с помощью этих очков мы можем увидеть ее зимой абсолютно везде. Стоит только посмотреть на свет. И... Ой, у нас света здесь в студии очень много. Ой, как жалко, что телезрителям не передать это. Можно через камеру попробовать, конечно, но я не знаю, получится. Что не получится. И с помощью этих очков видно самую настоящую радугу вокруг любого светящегося предмета. Да, у вас... И предметы... Называются они спектральные очки. То есть они разбивают свет на спектр, на цвета. Очень красиво и увлекательно. Красиво? Да. Давайте в них сидеть дальше, будет все красиво дальше. Или нам мешать будет? Будете в них сидеть? Нет, почему? Как хотите, можете сидеть, можете снять, как вам будет удобно. Итак, у нас осталось немножечко азота. Вот мы с моими коллегами-учеными, у нас лаборатория находится глубоко под землей. И на самом деле... Глубоко под землей? Глубоко под землей. А вам не страшно? Это у нас секретнейшая лаборатория. А, чтобы совсем никого не знали. И у нас очень жарко, очень просто жарко там под землей. И иногда, когда что-то изобретаешь, делаешь, нужно охладиться немножко. А на кондиционер у нас, к сожалению, не хватает. И мы с учеными изобрели самую потрясающую вещь. Мы изобрели самую настоящую... Холодильную установку? Холодильную установку, кондиционер. Самый простейший по своей системе. Нужно всего лишь взять жидкий азот. Ну, всего лишь. Каждый в магазине заходите, и вот на прилавке справа лежит. Ну, ученых его много. И воду. И соединить одно с другим. И у нас получится самый потрясающий кондиционер. Самый увлекательный кондиционер в мире. И у нас получается кондиционер. Можно почувствовать себя ежиками в тумане, потрогать этот прохладный парк. Можно даже дунуть, взять так. Дружней, дружней, дружней. Ну так, чувствуйте себя ежиками в тумане. Три ежика в тумане. Такую бы штуку в школе поставить, да? В детском суде, чтобы охлаждаться. Также можно сделать что-нибудь с нашими замечательными колбами. С светлой жидкостью. Давайте еще. Взять немножко азота и добавить в каждую колбочку. И мы получим самую настоящую живую науку. Науку у нас просто оживает на глаза. Можно потрогать, конечно. А в руки взять? Можно в руку взять. Держи аккуратно. Только держи аккуратно. Да. Видишь, начинает кипеть азот на поверхности. Булькает там, да? Так, можете тоже подержать. А можно это взять? Можно все подержать. Ой, ты как холодная. Холодная. Испаряется. Холодный пар от азота. Столько пар. И лодка у нас становится живой и интересной. И даже если мы добавим немножко побольше азота, вода у нас начинает замерзать и превращается за мгновение буквально в самый настоящий лед. Можете посмотреть. А можно взять? Самый настоящий азотный лед. Ну, можно вон самый обычный лед. Холодный. Нет. В руки взять. Оттуда взять. Оттуда не стоит взять. Почему? Оттуда не стоит брать. Ты же не видишь, что там внутри. Мало ли что там происходит. А почему нельзя взять? Потому что нужно соблюдать. Там крокодилов же нету. И брать все и делать нужно только с разрешением ученого. А можно взять лед. За секунду. Что? Нам интересно так взять. Что взять? Целую миску взять? Ледышку. Ледышку? Так я тебе достану ледышку. Хочешь, даже две достану? Я домой забрал. Вот тебе две даже дедышки. Ты донесешь? Только аккуратненько. А с Полиной тоже поделитесь. Спасибо. Такая... Прилипает немножко. Самый настоящий лед. А вот такое шоу, оно доступно только тем, кто живет в Соктовкаре? Или как-то возможно? Нет, шоу доступно абсолютно всем. Детей у нас в республике много. Всем жителям республики доступно. То есть можно позвонить, сказать, что нам в район или еще куда-то, в другой город. На всю республику можем выехать, приехать, привезти это шоу и показать ребятам из других районов, из других городов. Для сегодняшнего эфира, понятно, мы заготовили всего лишь несколько опытов. Какие еще яркие, интересные, ну хотя бы в результате что получается? В результате? Ну, существует множество ярких, интересных опытов. То есть опыты со звуком. То есть можно с помощью простых вещей издавать самую настоящую музыку. Химические различные опыты. Например, делать всякие дымовухи, лизунов, червей полимерных. Можно делать... Можно и... Конечно, конечно, китай. Даже, даже можно сделать фокусы, опыты научные, которые можно попробовать. Например, с помощью азота можно сделать самое настоящее мороженое. Можно сделать самостоятельно газировку. На самом деле, возможности науки безграничны. Можно сделать замечательные игрушки, которые можно оставить на память своими руками, с помощью опыта, соединяя какие-то элементы. Игрушки делал. А? Игрушки делал. Игрушки. А при этом, вот если очень много детей, как вы умудряетесь, предположим, ими всеми руководить? Ну, или им настолько интересно, что они никуда не отвлекаются, не бегают, не шумят и не хулигают? Ну, нужно уметь, конечно, констерировать на себе внимание. Но все равно, когда ты делаешь эксперименты, им же все равно интересно, что происходит. То есть они настолько увлекаются, что не добегать не нужно? Да, конечно, все это увлекательно. Но даже если внимание теряется, можно переключить другим экспериментом, начать другой эксперимент. Например, паста, даже самая зубная паста для слона, когда ее делаешь, внимание сразу рассеет. С тебя уже никто не слушает, никто не видит, тебя уже видит эту пасту. К сожалению, эфир нашей программы подошел к концу. Всего лишь несколько таких научных опытов мы вам сегодня показали. Но помните, что на этом наука не заканчивается. И таких вот завораживающих фокусов очень много. Напомню, что в гостях у нас сегодня был ведущий научного шоу «Открывашка» Всеволод Мальцев. Спасибо большое. Пожалуйста. И наши дорогие зрители Богдан, Полина и Дима. И вам спасибо. Интересно было? Да. Пожалуйста. А следующий эфир программы «Случай из практики» мы посвятим Дню всех влюбленных. А как известно, для того, чтобы найти свою вторую половину, нужно уметь знакомиться. К какому типу характера, какой способ знакомства подходим, узнаем завтра в 12.40. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok